С вами Николай Пименко в проекте Даты. Сегодня 22 июля. Всемирный день мозга. Он день был учрежден Всемирной Федерацией Неврологии для Международной Ассоциации Национальных Неврологических Обществ, которая была учреждена в Брюсселе. На данный момент ее членами являются более сотни профессиональных ассоциаций неврологов во всех регионах мира. Также сегодня, как ни странно, в один и тот же день с Днем Мозга отмечается Международный День Бокса, официально признанный международный праздник, который отмечается в 205 странах-участницах Международной Ассоциации Бокса. Ну а теперь о родившихся в этот день. 356 год до нашей эры, предположительно в 20-х числах июля, появляется на свет Александр Македонский. Царь Македонии, полководец, создатель крупнейшего древнего государства. Год 1596 рождается Михаил Романов, первый царь из рода Романовых. Будущий правитель появился на свет в Москве в семье боярина Федора Романова, митрополита, а позднее патриарха Филарета. Первые годы живет в Москве, а потом находятся в опале. Дело в том, что Борис Годунов недолюбливал Михаила Романова. В 1605 году Лжедмитрий I, желая доказать родство с домом Романовых, вернул из ссылки оставшихся в живых членов этой фамилии. Среди них и родители Михаила, и он сам. Но, опасаясь за свою жизнь, они скрывались от преследования польско-литовских отрядов в монастыре Святого Ипатия возле Костромы. 21 февраля 1613 в Москве после изгнания интервентов ополчением Пожарского и Минина состоялся Великий Земский и Поместный Собор, который выбрал царем 16-летнего Михаила. Некоторое время он сопротивлялся, но 11 июля в Успенском Соборе был венчан на царство. 1895 год. Павел Осипович Сухой приходит в этот мир. Авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су-9, Су-15, сверхзвуковых истребителей, лауреат Ленинской и государственных премий СССР. 1946 год. В небольшом французском городке Авеньон, в бедной семье Каменщика, рождается будущая звезда эстрады Мирей Маче. А она была старшей среди 14 братьев и сестер. 14? В 16 лет победила в конкурсе юных талантов. А за половину 1966 года уже был продан первый миллион ее пластинок. Сразу же Маче называют наследницей Великой Эдит Пиаф. Она дважды награждена Орденом Почетного Легиона. Также имеет две российские награды – Орден Дружбы и Медаль Доблесть и Отвага. Мирей не подвластна времени. Маленькая, изящная. Французский воробушек, ростом в 1 метр 53 сантиметра, с неизменной черной челкой, по-прежнему очаровательна. Дома ее практически не застать. Она охотно называет себя послом французской песни и поет, кстати, на 9 языках, причем включая даже китайский. Если верить Википедии, записи Мирей Матье проданы тиражом 133 миллиона альбомов и более 55 миллионов синглов по всему миру. В 1949 году появилась на свет Евгения Давидашвили, она же Джуна, русская целительница, астролог, в свое время президент Академии альтернативных наук. Жизнь Джуны была окружена многочисленными легендами, и в основном биография ее известна лишь с собственных слов. Мнения о способностях и личности Джуны полярны. Одни называют ее шарлатанкой, другие спасительницей. В 1966 году родился Иван Ахлобыстин, советский российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1983 году Децл, настоящее имя, Кирилл Толманский, российский рэп-исполнитель. Ну а теперь о событиях этого дня. 1787. Императрица Екатерина II возвращается в Санкт-Петербург после восьмимесячного путешествия на юг России. Она пишет «Я видела прекраснейшие земли и прекраснейшие климаты в свете. Видела везде множество стариков, а сие, по моему мнению, доказывает, что сие климаты именно в Тавриде не столь опасны, как полагают». Ну и так далее. А все чиновники обсуждают тогда одно – удалось ли Потемкину доказать Екатерине, что не все так плохо в стране. От той поездки у нас осталось меткое словосочетание «Потемкинские деревни», которые якобы были выстроены по указанию князя Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во время ее поездки в Северное Причерноморье. 22 июля 1944 года. В этот день основан Международный валютный фонд МВФ. Основными его задачами являются содействие развитию международной торговли, сотрудничеству в валютной сфере, а также управление денежными средствами в валюте и регулирование валютно-расчетных отношений между странами. В состав МВФ сегодня входят 182 страны, в числе которых находится и Россия. Средствами фонда могут воспользоваться все участники этой организации. МВФ предоставляет займы странам-членам, которые испытывают временные трудности в расчетах с международными кредиторами. У нас отношение к этой организации меняется от положительного к отрицательному и в обратном направлении. 1969 год. В Честерском зоопарке умирает жираф Джордж. Прибывший в зоопарк из Кении, он был самым высоким животным на планете. Его рост в возрасте 9 лет был равен 6 метрам 9 сантиметра. В 1981 году суд в Риме приговаривает турецкого террориста Мехмета Али Акджу, совершившего покушение на папу Иоанна Павла II, к пожизненному заключению. 2011 год. Два теракта, которые происходят в Норвегии в один день. По оценке полиции, преступления связаны между собой. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства 8 человек погибли, десятки ранены. В результате нападения Брейвика на молодежный лагерь на острове Уттёя погибли 68 и десятки получили ранения. Ну и еще об одном событии. 1894 год. В 8 часов утра в Париже дан старт первому в мире автомобильному соревнованию. За приз в 500 франков решили бороться 102 участника. Уходя на дистанцию с полуминутным интервалом, машины покидали столицу и брали курс на Руан в 126 километрах к северо-западу. Автомобили впечатляли разнообразием форм и конструкций. Преобладали, конечно же, машины с двигателями внутреннего сгорания. Их было 39. За ними шли так называемые паровики 28. Было представлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей. 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». Ну или «Разная». Однако большинство из представленных автомобилей не прошли, как сказали бы сегодня, технический осмотр. И на старт выходит только 21 экипаж. Сразу в лидеры вырвался и первым через 6 часов 48 минут финишировал на центральной площади Руана граф Альбер Де Дион на паровике фирмы Де Дион Бутон. 20 лошадиных сил. Но жюри решило, что данная конструкция практически непригодна для дорожного движения и разделила награду между вторым и третьим местом. Вот так вот бывает. Но все-таки настоящий конструктор ждет своего звездного часа. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok